здравствуйте сегодняшний видеообзор хочу посвятить такому джекбейту как bandit tail от фирмы strike pro как многие могут заметить его форма тела напоминает одну из приманок strike про так джекбейт под названием big bandit но только с некими отличиями отличие в основном в том что ширина данной приманки немного больше и имеется твистерный хвост задний крючок немного смещен вперед да где-то сделано для того чтобы исключить захлесток крючка об силиконовый хвост и исключить также его травмирование крючком данная приманка имеет длину 150 миллиметров это длина основной части и 79 грамм веса рабочее заглубление от 1 6 до 5 метров оснащена двумя тройниками фирмы ловнер мощными большого размера очень острыми окрашен также как и все приманки strike pro вполне неплохо что касается полетных качеств полетное качество на 4 . за счет своего широкого тела и хвоста летит не очень хорошо ну то есть как можно заметить имеет высокую парусность ну принципе с хорошей снастью можно закинуть довольно таки на приличное расстояние что касается проводки проводка применяется двух типов в основном это рывковая и равномерно на равномерной проводке идет не глубоко лучше всего чередовать паузами в две три четыре секунды чтобы заглубить его на необходимую вам глубину в принципе можно при провести его вплоть до пяти метров также имеет шумовую камеру довольно таки громкую но с глухим звуком на рывковой проводке он совершает глайды из стороны в сторону легко заводится то есть играет даже на очень медленной проводке также покачивая боками когда тонет он вообще тонет с наклоном носовой части вниз и при этом хвост играет данная приманка выпускается двух вариантах таки с таким хвостом то есть с вибро хвостом и с твистером хвостом данный хвост крепится на такую проволочную конструкцию то есть штырек со спиралькой довольно таки прочно монтаж хвостом тоже принципе простой он просто накручивается ни разу не слетал сидит прочно также не проблема приобрести к нему запасные хвосты при желании можно приобрести идти и другие то есть три стороны и вибро хвосты уловистость приманки довольно таки неплохая в основном применяю по активной щеки также можно применять и по пассивной поскольку приманка как я говорил ранее играет на очень медленной проводки что в принципе соблазняет даже пассивную щеку на мой взгляд приманка заслуживает внимание стоит она так вполне разумных денег так что я думаю должна быть у у каждого спасибо за внимание данный видео обзор подготовлен специально для магазина f магазин